Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В Сочи почистят русла рек и усилят противопожарные меры. В крае прошел селектор по готовности к чрезвычайным ситуациям. Ряд сочинских пляжей не отвечает требованиям безопасности. В основном в Лазаревском районе. Таков итог проверки Краевой комиссии. Большие муниципальные автобусы могут выйти на новые линии. Жители Сочи жалуются на некомфортные условия в маленьких маршрутках. На Мацесте в переулке Лечебный установили уличное освещение. Но перемены впереди заверили жители. Там начата работа по их же поручениям. Шесть домов-долгостроев на Кубани сдали в эксплуатацию за последние полтора года. Проблемы обманутых дольщиков вынесли на повестку совещания при полпреде президента России в Южном федеральном округе. На связь с Владимиром Устиновым вышли главы всех южных регионов, в их числе и губернатор Кубани. Всего на юге страны сегодня насчитывается около 160 проблемных домов. Из них 60 долгостроев приходится на Краснодарский край. А обманутыми дольщиками признаны более 800 человек. Как отметил Владимир Устинов, региональные власти сегодня принимают достаточные меры для разрешения ситуации. Подключиться к этой работе не только на Кубани, но и в других субъектах полпредпрезидента призвал силовиков. Важным вопросом о реализации намеченных в регионах дорожных карт считаю выработку жесткой позиции со стороны правоохранительных органов при осуществлении надзора и контроля за исполнением законодательства, регулирующие вопросы участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов. Здесь основные задачи предотвратить разные негативные ситуации на уж имеющихся проблемных объектах, и самое главное не допустить подобных сценариев при наличии нового строительства подобных домов. По словам Вениамина Кондратьева, сегодня найдены три инвестора, чтобы достроить еще 12 домов. А значит, удастся разрешить проблему еще более чем полутора тысяч дольщиков. Но чтобы впредь не повторялись мошеннические схемы недобросовестных застройщиков, важно, чтобы принципиальную позицию заняли и представители судебной системы. Мы посмотрели на это количество домов, которые есть, по большому счету, и обманутых дольщиков, и эти горе застройщики, и посчитали, на самом деле, вот то количество платежей, которые взяли в виде платы за долю, в идеале по каждому дому хватит не только этот дом достроить, но еще и сверху столько же этажей достроить. Но почему-то возникает ситуация, когда банкротом становится застройщик. Сегодня достаточно механизмов для того, чтобы мы жестко, ну, Владимир Владимирович, здесь надо жестко просто пресечь существующую практику, в том числе, понятно, считать, что мы даем взамен, чтобы ситуацию спасти. Мое предложение, почему я попросил, когда начнется уже судебное следствие, чтобы все-таки дела дошли до логического завершения, и на самом деле те, кто виновен, понесли заслуженное наказание. Для решения проблем обманутых дольщиков, краевые власти создадут план-график по всем зарегистрированным долгостроям. В течение двух недель его предоставят в Минстрой России. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». МЧС предупреждает о возможных смерчах на Кубани. Есть опасность возникновения стихии над морем. Сохраняется в Краснодарском крае и чрезвычайная пожароопасность. В администрации Сочи прошло селекторное совещание с участием вице-губернатора, на котором специалисты уточнили план действий по предотвращению и ликвидации ЧС. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится на Кубани до 19 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в том числе на Черноморском побережье. Правда, в Сочи класс пожароопасности ниже, четвертый. В связи с этим в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Жителей просят не разводить костры, не выбрасывать мусор и окурки в траву. На курорте, подчеркивает начальник управления гражданской обороны и защиты населения, меры по противодействию пожарам отработаны. Но совсем скоро жару могут сменить осадки. На Кубани отвигаются смерчи, возможность формирования стихии сохранится и над Черным морем. В отдельных районах накануне прогнозировались ливни с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Если прогнозы сбудутся, то погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям, как на побережье, так и в море, отмечают спасатели. На курорте в срочном порядке приступают к чистке русел рек. В целях предупреждения ликвидации ЧАЭС проведен мониторинг рек на предмет обнаружения ликвидации возможных заторов. Практическая работа по расчистке русел уже организована и продолжается. На следующей неделе планируется авиаразведка верховья реки Кепша по оползню. Также в связи со штормовым предупреждением на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в режиме видеоселектора с участием вице-губернатора Андрея Алексеенко, спасатели уточнили данные о силах и средствах. На сегодняшний день это 1301 человек, 484 единицы техники и один вертолет на готове системы оповещения населения. Ну, в Сочи, конечно, жарко. Каждый спасается от зноя как может. И пока кто-то выбирает, что полегче сегодня одеть, некоторые вовсе отказываются от одежды. Некоторое время назад в сеть попало видео с абсолютно голой женщиной, разгуливавшей с сумкой по улице Воровского. Ну и теперь очередной выход в свет и снова в центре. Снимает видео водитель припаркованной на улице Горького машины. Хорошо заметно, что совершенно обнаженная женщина моется рядом с остановкой общественного транспорта. Воды рядом нет, но незнакомка принесла ее с собой в пластиковой бутылке. Замечания даме никто не сделал, поэтому как долго продолжалась эта сцена и чем она закончилась, неизвестно. И продолжаем выпуск. Ряд сочинских пляжей не отвечает требованиям безопасности. В основном это территория Лазаревского района. Таков итог проверки, которую ввела комиссия Краевого министерства курортного дела и туризма. Арендаторы, несмотря на уже завершение лета, до сих пор не оборудовали на пляжах спасательные посты, используют водную технику без разрешения и проверки, а также устанавливают аттракционы, которые могут быть опасны для людей. Разбор полетов сегодня прошел в мэрии. Расскажет Татьяна Говоркова. Еще до старта высокого сезона арендаторам пляжей, прошедшим конкурсный отбор, были розданы так называемые дорожные карты по обустройству набережных. В них прописан порядок установки оборудования, благоустройства территорий и работа с водной техникой. Но не все предприниматели ответственно подошли к этому вопросу. Из 191 пляжа освидетельствованы 165. Комплексная проверка с участием представителей Краевого министерства по курортному делу и туризму и сотрудников сочинской мэрии выявила ряд нарушений на набережных Лазаревского района. Отсутствуют лодки, отсутствуют спасатели. Видите, нет достаточных зонтов, недостаточно шизгонтов, недостаточно дорожек. Подобная картина, как на пляже Дельфин, есть еще на нескольких. Это пляжи Взморья, Лагуна, Колос, Свирский. Взяв аренду территории, предприниматели обязались выполнить полный комплекс услуг. В первую очередь по безопасности, однако в своей работе упор сделали совсем на другом – личном обогащении. Именно из-за халатного отношения курорт в следующем году может недосчитаться туристов. Сегодня человек приехал, посмотрел на грязь, ту, которую вы организовали, на следующий год мы с вами подъедем. А это бюджет города. Если бюджет города недополучает, соответственно улицы поливать нечем, убирать нечем и так далее. Это все ваши работы. Но по концу года вы остаетесь в достатке, вы строите дома. Да ради бога, живите хорошо. Мы только радоваться все вместе за вас будем. А почему бюджет города должен страдать из-за этого? Многие нарушения связаны с работой маломерных судов и водных аттракционов. Разрешение на них выдают водно-бассейнное управление Краснодарского края. При этом, как выяснилось, разрешение выдается под предлогом купания детей и инвалидов. Либо для организации детского отдыха с использованием маломерных судов. Очевидно, что ни инвалид, ни ребенок не могут и не имеют права садиться за руль гидроскутера. Комиссия подытожила. Такая коммерческая деятельность ведется вразрез законом и подвергает опасности здоровья и жизни отдыхающих. Причина нарушений – неисполнение контрольных функций федеральными органами. И у нас была возможность в этом году стать первыми, лучшими. Из-за вот этих вот товарищей мы теперь неизвестны. И вопросы просто нарушения безопасности. Вот что плохо. Федеральные все органы. И где же ваша работа? Государственники, в кавычках. По статистике, 90% гибели людей и травматизма на пляжах происходит из-за несоблюдения элементарных правил техники безопасности и по причине употребления алкоголя. Поэтому ГИМС необходимо регулярно проводить рейды. А арендаторам пляжей установить информационные стенды и недостающие оборудование. Более того, привлекать к работе профессиональных спасателей, а не сезонных рабочих. Несмотря на середину августа, этот вопрос актуален, ведь пляжный сезон в Сочи длится до октября. А специальная комиссия уже в ближайшее время проверит, учтут ли арендаторы все нарекания. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. По просьбе жителей и гостей Сочи, муниципальных автобусов на линии будет больше. Эта тема обострилась в курортный сезон, когда люди стали жаловаться на некомфортные условия проезда в частных автобусах малой вместимости. Тему продолжит Елена Всецина. Конечно, в жару лучше пользоваться большими автобусами, где и мест побольше, и с коляской зайти удобнее, и кондиционер работает. Тем более, если поездка на дальние расстояния в Худепсту, Бадлер или Олимпийский парк. В принципе, многие так и поступают. Выбирают комфортный муниципальный транспорт. Более комфортный кондиционер. Сейчас в Сочи отдыхающих много, хоть как-то пространство какое-то. А 124-ка, он забитый, эти маршрутки, душно, очень сильно неудобно. Конечно, с кондиционерами. Большой автобус, конечно, лучше с поборхладей. На большом, наверное, удобнее мне. Почему? Просторно. Удобнее на больших, комфортабельных автобусах ездить. Особенно, если куда-то далеко и в таком климате. Но и автобусами малой вместимости приходится пользоваться. Они, конечно, мобильнее. Их на линии много и по час отдыхающие пытаются сэкономить время, садятся в них, не предполагая, насколько трудно будет ехать летом в душном салоне. Очень жарко, кондиционеров нет. Очень плохо пахнет. Маленькие маршруты, конечно, неудобно. Потому что жарко. В этом году особенно. Очень жалко. А в автобусах очень даже удобно. Выбор всегда есть. И он за самими пассажирами, жалоб от которых сейчас в жаркий август поступает очень много. В департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города приходит много жалоб от жителей и гостей курорта. Относительно того, что на линии много автобусов, малой вместимости, без кондиционеров. Очень душно. Люди падают в оморок. У нас, конечно, на линии много автобусов, большой вместимости с кондиционером, для маломобильных пассажиров. Эта тема на сегодняшний день взята на контроль департаментом транспорта. И сейчас разрабатывается новая маршрутная сеть в городе Сочи. Теперь задача одна, чтобы больших автобусов было больше, а жалоб от населения меньше. В перспективе автобусы малой вместимости будут использовать на периферийных маршрутах. Людей будут подвозить к магистральным линиям, где пассажиры пересядут на муниципальный транспорт. Платить два раза за проезд будет не нужно. Для этого внедрят электронную систему оплаты. Елена Овсецина, Дмитрий Даниловский, Андрей Дардирян, телекомпания ФКТ. Новое современное и высокоэффективное детское инфекционное отделение, которое было открыто в июне в 9-й городской больнице, доказало необходимость своего существования. По словам специалистов, летом количество заболевших традиционно растет. Причины разные. Среди основных – несоблюдение правил личной гигиены и испортившиеся на жаре продукты питания. Детское отделение организовано как моноинфекция. Сюда привозят пациентов только с кишечными заболеваниями. Оно рассчитано на 40 коек, из которых 3 в палатах интенсивной терапии. Из 700 человек, обратившихся за помощью медиков, около 500 были госпитализированы. Так как отделение только начало функционировать, поэтому мы госпитализируем пациентов средней, ну, легкой степени тяжести, да, которым оказывается быстрая помощь и выписка. Пациенты с более тяжелой патологией мы пока госпитализируем в наше головное инфекционное отделение, это ДГМС. Медики отмечают, что снижению заболеваемости кишечными инфекциями могла бы поспособствовать профилактическая работа со стороны туроператоров и отелей курорта. Как вариант, это могут быть памятки об основах гигиены и правилах приобретения и хранения продуктов в условиях жаркого климата. Да будет свет, сказал монтер. И установил в лечебном переулке сразу несколько столбов уличного освещения. Для жителей трех домов 30-х годов постройки это настоящее событие. Говорят, теперь в жаркие сочинские вечера на детской площадке можно и задержаться. К слову, за качелями и каруселями здесь регулярно следят, по необходимости благоустраивают. Небезучастные сами люди. К примеру, субботники здесь обычное дело. Люди выходят, помогают, все. Ну, на позитиве. Такие оптимисты мы. Сами жилые дома не в лучшем виде. Года, что неудивительно, оставили свой отпечаток на фасаде. Но совсем скоро этот старый фонд преобразится. Дома вошли в программу капремонта 2018 года. Эта новость сподвигла жителей уже сейчас сделать косметический ремонт в подъездах. Домком с гордостью демонстрирует преобразование как в доме, так и во дворе. Кстати, дорогу здесь тоже обновят. Администрация Хостинского района запланировала на данном участке ямочный ремонт. Сейчас у нас изменения идут к лучшему. Прямо заметно. Да. С мусором решилась контейнерная площадка. Мы перенесли. Их много лет не трогал никто. Сколько там было всего нехорошего. Благодаря Анатолию Николаевичу Пахомову, так как я подошла к нему, он меня выслушал и не отказал. Он позвал главу администрации Хостинского района и дал указания, чтобы навести порядок. Работу организовали, общими усилиями навели у нас порядок. И сейчас радуемся и дальше будем продолжать, глядя на то, как старается наш глава Анатолий Николаевич. И нам хочется быть впереди, идти за ним, чтобы навести чистоту, красоту. В планах администрации и расчистка ручья Досимона, который протекает здесь же, по соседству с переулком Лечебный. Позже здесь поселится и золотая рыбка Сочи – гамбузия. В целом же малые дела решаются во всем микрорайоне с 8-тысячным населением. Вот недавно на Мацесте отремонтировали все автобусные остановки. Есть сдвиги малых дел, конечно, в микрорайоне. Поменяли нам почти 800 метров линии. Это здесь, на старой Мацесте. Люди сидели без воды, они ищут технику, раскапывают все это, ремонтируют и делают очень оперативно. Нам пообещали, что на этой неделе ямочный ремонт улицы Мацестинской будет завершен. Ждем. От малых дел и зависит комфортное проживание, подчеркивает руководство курорта. Поэтому исполнение наказов горожан под личным контролем главы города Сочи. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники узнали еще больше о рабочих профессиях. Сегодня они отправились на экскурсию в сочинский профессиональный техникум. Такая профориентационная работа – это часть городского проекта «Площадки нашего двора». В рамках акции школьники посещают различные учебные заведения и крупные предприятия курорта. И еще больше узнают о различных профессиях и специальностях. Прямиком с площадки нашего двора в сочинский профтехникум. Сегодня здесь день открытых дверей для школьников разных возрастов. Первая точка маршрута – кулинарный цех. Здесь учат самой вкусной профессии. Кстати, конкурс на поваров большой, говорят в техникуме. Профессия в Сочи востребована. Так же, как и специальность автослесарь – практику мастера по ремонту машин проходят вот в этом специальном цехе. Меняется пирамида, которая у нас была перевернута, что все хотели становиться юристами и экономистами. Сейчас все-таки народ начинает понимать, что руками можно зарабатывать больше и, может быть, даже качественнее, чем тем полученным высшим образованием, которое на сегодняшний день не так востребовано на рынке труда, как обычная рабочая профессия. В Сочинском профессиональном техникуме учат по девяти направлениям. Помимо прочих, выпускают официантов, бухгалтеров, сварщиков. Вот здесь, например, учат познавать азы современных компьютерных программ. А здесь, на таких обучающих стендах, тренируются будущие электромонтажники. Ну а после экскурсии детям на обучающем уроке рассказали, чем может быть опасно электричество. И на специальном тренажере показали, какую помощь можно оказать человеку, которого ударило током. Я пришла сюда с площадки посмотреть, как устроены разные рабочие профессии, как устроено рабочее оборудование, к чему оно принадлежит, для чего оно, как оно устроено. Я хочу не уезжать из этого города и стать полезной для людей. Я учусь в восьмом классе, и скоро мне предстоит выбор профессии. Сегодня был я на экскурсии, и на этой экскурсии я узнал много новых о разных рабочих профессиях. Повар, слесарь, электрик, программист и так далее. Это поможет мне в будущем легко выбрать свою профессию. В этом году профтехникум планирует набрать 350 студентов на базе девяти классов. Кстати, все места – только бюджет. И, возможно, в будущем уже в качестве студентов сюда вернутся и те ребята, которые сегодня здесь побывали на экскурсии. Инга Габеша, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинскую неделю моды проведут осенью на курорте. В этом году «Сочи Фэшн Уик» пройдет в морском порту с 14 по 19 октября. Гостей ждут многочисленные показы как начинающих, так и опытных, известных российских дизайнеров, мастер-классы и тренинги. Участники смогут получить важную информацию для своей профессиональной деятельности, пообщаться с представителями государственных и общественных организаций, узнать о приоритетных направлениях и целевых программах, а также пообщаться в неформальной обстановке со своими единомышленниками. Хедлайнером проекта станет российский дизайнер одежды Игорь Чапурин. Главная задача недели моды в Сочи – рассказать о российских производителях, молодых дизайнерах, поддержать их и заявить о себе. Уже сейчас открыта регистрация участников на официальном сайте проекта, сообщают организаторы. В Сочи впервые на юге России прошел международный турнир по пляжному самбо «Черное море» на призы Всероссийской Федерации самбо. Вообще, пляжное самбо – вид спорта достаточно молодой. Он дебютировал на четвертых азиатских пляжных играх, которые в 2014 году принимал Таиланд. Соревнования прошли на песочной части пляжа Ривьера. В состязаниях приняли участие атлеты из России, Кипра, США, Финляндии, Дании, Израиле и Таджикистана. Состязания получились динамичными, ведь в этом варианте борьбы поединок продолжается до первого результативного броска. У нас на Кипре часто проводятся соревнования по пляжному самбо. Я участвовала в трех турнирах и заняла призовые места. Я счастлива, что меня пригласили на соревнования в Сочи. Я думаю, что киприоты тоже заинтересуются этим турниром. На следующий год я обязательно приглашу сюда наших борцов. Победителями в общем зачете стали самбисты спортобщества «Динамо». Но заграничные гости пообещали в следующем году взять реванш, ведь турнир ежегодный. Ну и в завершении информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валет Денталь» весь август проходит акция. Имплантация и протезирование за один день – 17 тысяч рублей. Улица Чайковского – 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...